Всем привет! Мы начинаем с вами практическую часть лекции по сверточным нейросетям. Я очень надеюсь, что вы смотрели предыдущую лекцию по полно-связанным слоям нейросетей и помните оттуда, что такое data augmentation. Агментация данных это некоторые алгоритмы, которые позволяют нам увеличить размер данных и тем самым сделать нашу модель более устойчивой к каким-то видам картинок, которых нет в исходниках. Собственно, вспомним с вами два предыдущих алгоритма, они у нас уже были на той лекции, поворот и blur. Также добавим новый flip, мы просто зеркалим, относительно горизонтальный. Если в данном случае только горизонтальный, у нас с вами будут картиночки всяких там животных, нюанс по потолку не ходит. То есть, в некоторых случаях может пригодиться и вертикальный flip. Color jitter это некоторое смешивание цветов, мы с вами посмотрим на него чуть позже. Random Affine, собственно, афинные преобразования, если вы делали 3D Viewer, вы помните, да, матрица афинная здесь рандомная накладывается, может быть и поворот, там, и сдвиг. Рандомный рейтинг, понятное дело, мы удаляем рандомное некоторое количество пикселей, то есть, зануляем их. И Random Noise, он не похож, ну, чуть-чуть похож на рандомный рейтинг, но это шум, да, все представляют, как это выглядит. Greyscale это фильтр серого цвета накладывается у нас на картинку, что тоже может быть полезным. И в этой части, на этой практической части мы с вами рассмотрим такую стратегию наложения в фильтрах аугментации, которая немножечко будет отличаться от предыдущих. Вы помните, раньше мы увеличивали количество исходных данных, создавая большой крупный датасет и хранили его в памяти полностью, весь целиком. Здесь мы поработаем немножечко на другой стратегии. Мы будем хранить только исходники и перед каждой подачей в модель мы будем накладывать некоторое рандомное количество фильтров на наш входной файл. Собственно, для этого мы создадим параметр, помимо картинки, конечно, список вероятностей. Что он значит? Здесь имеется в виду, что ноль фильтров наложится с вероятностью 30%, один фильтр с вероятностью 30%, два и три фильтра с вероятностью по 20%. В сумме всегда должна быть единица. Ну и какой-нибудь посмотрим для логов print filters, чтобы в тестовом режиме мы могли посмотреть, какие фильтры были наложены, но при этом во время обучения нам это не захламляло output. Давайте перечислим все наши фильтры в какой-то лист, из которого мы будем выбирать потом. Можно функции в Python засунуть в лист, как будто бы это объекты. В принципе они и будут объектами в этом случае. Очень удобно здесь реализовано функциональное программирование. Собственно, вот все наши функции аугментации. Их, конечно же, может быть больше, можете с ними экспериментировать. Давайте определимся, какое количество фильтров нам нужно наложить сперва. Для этого мы будем использовать numpy-библиотеку и функцию choice из рандома. Мы создадим range по длине вероятностей и, собственно, отправим сюда сами вероятности. Что такое range по длине вероятности? Это будет у нас массив, который будет выглядеть 0, 1, 2, 3. В данном случае, при данном парамете. Собственно, мы будем выбирать из этого range элемент с вероятностью, соответствующей этому индексу. Прекрасно. Теперь нам нужно все же таки выбрать этот рандомный фильтр и наложить некоторое их количество. Поэтому мы пройдем по количеству фильтров. Мы выберем функцию random choice из augmentation. То есть эта строка, она просто выберет с одинаковым распределением вероятностей рандомный элемент из вот этого списка нашего. Наложим на картинку этот фильтр. Соответственно, напечатаем какие-то логи, если у нас есть print filters. Привычка с плюсов писать скобочки. Тогда мы напечатаем функцию, точнее не просто функцию, а ее имя. Вот таким вот образом. Хорошо. И, конечно же, в конце в итоге вернем нашу обработанную уже картинку с помощью какого-то рандомного количества фильтров. Но при этом стоит понимать, что количество фильтров может быть и ноль. Тогда у нас ничего не напечатается и так далее. Я добавил еще одну функцию для визуализации. Мы будем накладывать те же рандомные фильтры и просто показывать картинки с помощью matplotlib. Вы уже знакомы с matplotlib, мы с ней сталкивались на предыдущей лекции. Мы создаем плоты и, собственно, показываем картиночки наши. Также там отпечатываем класс, который к нам пришел. И вот при процессе это функция, которая денормализирует нашу картинку. Будьте внимательны, если вы хотите отрисовать картинку с помощью matplotlib, например, а вы уже ее нормализировали до значений от минус одного до одного, то у вас ничего не получится, потому что matplotlib скушает эту картинку только если она нормализирована от 0 до 255. Поэтому мы с помощью этого препроцессора будем денормализировать картинку в обратную сторону. Надеюсь, здесь все понятно. Если, в принципе, что-то можно даже изначально без препроцессора отображать все augmentation на исходных данных. Окей. Надеюсь, с блоком augmentation все понятно. Вы, наверное, уже обратили внимание, я его пишу в файле augmentation.python, не в Jupyter ноутбуке. Это удобно, потому что я его смогу переиспользовать и подключать импортом в другие ноутбуки. Хорошо. Посмотрим также несколько файлов, которые я приготовил для вас. Это файл с функцией fit, с функцией обучить. Она ничем не отличается от функции, которую мы использовали в предыдущей лекции. И, соответственно, логично предположить, чтобы не делать каждый раз Ctrl-C, Ctrl-V и не захламлять тем самым ноутбук, уменьшать его объемы. Мы можем вынести эту функцию в отдельный файл и потом просто импортировать ее туда. Но, собственно, ничего нового. Здесь не предвидится. Callback уже был тогда в отдельном файле, насколько я помню. И он тоже не изменился. Посмотрите его потом на GitHub. Может, там какие-то небольшие дополнения я добавил. Но это все незначительно. Так. Важной здесь частью будет создание нашей нейросети. Сверточные нейросети чуть более сложные в плане создания, чем полносвязные. Сложные в том плане, что у них чуть больше параметров, о которых мы должны помнить. Ваня вам о всех параметрах рассказывал на теоретической части. Помните, да, у нас были такие термины, как stride, deletion, padding, pooling и так далее. batch normalization. Собственно, еще, помимо всего этого, Ваня вам говорил про некоторый подход к архитектуре нейросетей, который использует skip connection. То есть пропускают некоторый слой, обводят его вводным каналом и потом в конце этого слоя складывают результаты. Без применения свертки и с применением свертки. Такие блоки называются residual block. И мы с вами его сейчас напишем, чтобы потом использовать в будущем, как просто свой нейросети. Потому что он все-таки отдельный и у него внутри должны соблюдаться все размерности. Поэтому им удобно пользоваться отдельным блоком, чтобы он там уже под капотом знал, что ему нужно. У нас будут параметры входные и выходные каналы. Это интовое число, их размерность, stride и логика вводного канала. Сейчас посмотрим на нее. Она может быть none, в принципе. Во-первых, нам нужно вызвать класс, от которого мы наследуемся, вызвать его конструктор. Отправить туда наш класс и вызвать ини, да, конструктор. Отлично. Теперь мы создадим некоторый первый слой свертки. Давайте назовем его conf1, да. Для этого мы будем использовать библиотеку nn и старча. Ravnetworks. И слой, который называется conf2d. Двухмерная свертка. Вредите внимание, бывает свертка не только двухмерная, еще одномерная. и даже трехмерная. Но для картинок плоских мы пользуемся двухмерными свертками. Что такое одномерные и трехмерные, вы сможете самостоятельно подумать. Это, в принципе, понятно. В конце лекции я, может, скажу пару слов об этом. Заполняю необходимые параметры. Здесь я добавлю некоторые параметры. прям вот. Охарт-кодом. Размере отхадывает и сделаем 3. То есть это будет мой стандартный раздел блок. Добавляем batch normalization после своего. Ваня говорил, что batch normalization можно... уже и не добавляют в некоторых архитектурах. Но мы с вами пытаемся создать классическую архитектуру. какую-то похожую на resnet. Часто используемую в настоящее время. Поэтому будем использовать batch normalization в классике. Нам необходимо добавить функцию reu. Функция reu. Это функция активации. И у нас будет здесь новый параметр, с которым вы не знакомы. Это inPlace равен true. Что это значит? Это значит, что мы не будем хранить активационные значения до функции активации. То есть как у нас происходит? У нас проходит ядро свертки по всем каналам входным. На выходе мы получаем какое-то количество матриц в количестве выходных каналов. И эти матрицы не будут храниться в сыром виде, а только после применения функции reu. То есть мы экономим тем самым память, но не сможем визуализировать и отображать для себя как-то эти фичи до того, как мы применили активацию. Хорошо. Добавим еще один сверточный слой. Конечно же тоже двухмерный. У нас будет выходные каналы на выходные каналы. То есть количество каналов у нас не изменится. Размер ядра будет 3. Паддинг будет 1. И после него мы конечно же добавим batch normalization еще один. на количество выходных каналов. И сохраним логику обхода. Сохраним логику обхода и будем ее использовать в дальнейшем в функции forward. Если она существует, то это логика обхода, да? Функция forward. Вы ее помните. Это функция, которая описывает эту логику, по которой данные передаются вперед по нашей нейросети. Функции backward мы не пишем. PyTorch сам ее создает на основе функции forward. Собственно, у нас функция forward принимает x. x это наши входные данные в данный момент времени. Как вы помните, у нас skipConnection должен сохранять исходные данные, чтобы потом их как-то складывать с выходом из сверток. Поэтому мы сохраним их в переменной residual и будем работать с нашими слоями. Напишем вот такую вот длинную строчку из строк функции. Мы ее читаем из самых внутренних функций, да? То есть мы применяем первую свертку для входных данных. Потом результат нормализируем. И потом применяем функцию ru для уже нормированного результата. Теперь идем дальше. Без применения ru. Применяем batch normalization и вторую свертку. Хорошо, это проход, прямой главный проход через два слоя свертки, да, у нас происходит. Теперь мы дошли до конца до разбора того, что такое наш downsample. Если он у нас существует вообще, видите, он может быть none. Если он у нас существует, то мы просто обводной канал проводим через этот слой downsample. То есть обводной канал тоже будет проходить через какой-то слой, по всей видимости сверточный, который нам будет задан входным параметром. Такая стратегия существует и будет использована нами. Дальше на выходе мы должны сложить выход из главного прохода вперед и выход из сигнала обходного, да? Наконец-то применить функцию ru конечную к нашему результату и вернуть его, чтобы он пошел дальше к следующему слою, либо был проанализирован на выходе. Важно, чтобы в этом всем процессе у нас сохранились размерности. Как вы видите, у нас есть строка out плюс residual. Это сложение поэлементное двух тензоров трехмерных. И важно, чтобы и количество каналов, и размерности матриц у нас совпадали. Для этого я вам написал здесь небольшую формулу, которая говорит про один слой свертки, чему равен выходной ее размер, основываясь на входном размере и параметрах. Собственно, все понятно с этим. Количество каналов при этом у нас прописано каждый раз в параметре и за ним легко уследить. Да, если у нас прописано везде in-out, out-out, то на выходе из двух своев свертки будет out-channels. Так? Соответственно, на выходе из down-sample нам тоже нужно out-channels, количество каналов. Если у нас down-samples равен none, если у нас ничего не происходит в этом месте, то количество in-channels должно равняться количеству out-channels. Соответственно, тогда у нас здесь количество каналов не изменится и здесь мы сможем правильно произвести свожение. А по формуле мы можем смотреть размерность, которая не прописывается в слоях прямолинейно. То есть на вход у нас подается, помимо количества каналов, это количество некоторых матриц. Каждая матрица имеет размер. Мы в данный момент времени считаем их квадратными, работаем с квадратными матрицами, с квадратными ядрами, хотя может быть и по-другому. И поэтому мы должны контролировать входной и выходной размер этих матриц. Но смотрите, если у нас размер ядра 3, padding 1, то у нас по формуле по этой получится, что выходной размер равен входному размеру. И остается проследить с этими параметрами, только чтобы stride оставался один и down-samples не менял размеры матрицы. Либо мы можем, конечно, изменить stride, и тогда вам необходим будет down-sample, который, соответственно, с теми же размерами изменит размер матрицы. Если вы вдруг где-то ошибетесь, ничего страшного не произойдет, вам PyTorch выдаст ошибочку, тут размеры не совпадают, скажет, и вы быстренько поправите. Ничего страшного происходить не будет, конечно же. Так, и теперь сама модель, она уже более похожа на ту модель, которую мы использовали с вами ранее, поэтому я не буду писать ее сейчас. Посмотрим на нее просто. Здесь у нас просто помимо полносвязных слоев еще есть сверточные слои и residual-блоки, которые мы с вами только что написали. То есть это примерный вариант модели, один из многих, который будет использоваться для решения наших дальнейших задач. Собственно, мы используем свертку с параметрами stride, deletion, вы про них помните из лекции Вани, с достаточно большим ядром, но так как stride и deletion тоже большой, оно будет ходить не очень много по нашему входному input. Конечно, это энергозатратно, но мы сможем с помощью большого deletion и большого ядра изначально оценить вообще всю общую картину. Какие-то очень дальние взаимосвязи внутри картинки. Там, если это собака, там, что вот у нее есть и хвост, и уши, например. Ну, к примеру, что-то такое. То есть, очень такие объемные какие-то детали мы сможем зацепить этим слоем. Дальше, конечно, больш нормализейшн, relu и пулинг. Сразу же пулинг с достаточно большим размером ядра, чтобы уменьшить наши фичи, как мы оценили большие зависимости, поуменьшали их, и теперь будем анализировать их с помощью маленьких ядер. Одна из стратегий возможных, повторюсь, существует много разных. Первый radio block будет просто 64 на 64. Как вы помните, я говорил, что если у нас размеры входных и выходных каналов одинаковый, тогда мы можем не использовать downsample, и у нас будет два сверточных слоя вперед, и просто входные данные к ним будут суммированы с выходом из этих двух слоев. И дальше пошли свои уже skip connection тоже, но с каким-то, с какой-то логикой одного канала, downsample нашим. Соответственно, это у нас свертка, которая изменяет количество сигналов так же, как изменяет наш прямой проход по радио блоку. С kernel size всего один, все-таки это обводной канал, нам не нужно как-то применять какие-то ядра, то есть использовать логику свертки здесь. Но я использую здесь stride, то есть этот обводной слой работает схоже с пулингом, но при этом увеличивает количество фичей и, конечно же, batch normalization. Подобный, подобный свой следующим стоит просто с увеличенным количеством сигналов. Также можно добавить четвертый свой, и я от него отказался слишком долго по времени, а результат незначительный. В конце, в итоге, я решил добавить еще один сверточный свой, который уже после всех резидеоблоков будет применяться с размерами ядра 4, ну и вы можете все остальные параметры здесь посмотреть. batch normalization и average pool. Average pool это такая крутая штука. Во-первых, average pool вам ранее рассказывал, да, среднее значение, а здесь еще написано слово adaptive average pool. Он означает то, что нам не важно, какие у нас входные размеры фичей будут, они в любом случае схлопнутся в размер 1 на 1. И это будет применять, в принципе, как average pooling с размером ядра равным размеру фичи. Просто чуть меньше кода. В конце мы используем линейный слой, тот, который у нас в персептроне был, да, полно связанный. Все 512 импутов связаны с всеми нейронами на выходе, которых столько же, сколько классов. И добавим некоторые параметры dropout, которые мы будем пихать периодически в разные места. И он будет использоваться, чтобы сделать нашу сеть более устойчивую к каким-то шумам, каким-то странным данным. А также, чтобы она время от времени хуже обращала внимание на одни фичи и лучше пыталась вывести за счет каких-то других фичей. Полезная штука dropout. Я часто использую. Хорошо, вот наш проход вперед. Вот, в принципе, здесь нет ничего нового. Просто ру, normalization, conf, dropout, pool, слой, residual, в котором все уже прописано. Dropout, слой, dropout, слой, dropout. Давайте выберем один dropout. Ну, в принципе, и с ним хорошо все сработает. И еще один слой, который у нас вот через ру и batch normalization. Дальше, average pool. На всякий случай, xview. Хотя здесь это лишняя строка. Что она делает? Она у нас flattening делает. То есть весь наш трехмерный тензор выпрямляет в один вектор, чтобы потом в линейный слой запихнуть. Но у нас average pool уже создает вектор. Хотя нет, нам нужна эта строка все же. У нас размерность как у вектора, но при этом это вектор матриц один на один на выходе из average pool, да. Вектор матриц один на один. Такие данные не сможет прочесть линейный слой. Поэтому нам нужно их выпрямить, представить в виде одного длинного прямого вектора. Также немножечко деформировал, изменил функцию инициализации весов. Теперь у нас будет проверка, если же у нас есть bias, то мы их инициализируем. Если нет, то не будем. Здесь у нас везде есть bias, они по дефолту есть в своях. Но можно также экспериментировать без них. Также мы инициализируем свой batch normalization по классике единицей и ноликом. И, собственно, все. Линейный слой, слой свертки инициализируется в соответствии с функцией RLU. Там будет использоваться Xavier HE, по-моему, что-то такое. Хорошо, давайте перейдем уже к конкретной задаче наконец-то. Конкретная задача у нас будет сперва стоять в классификации картинок на 10 классов. Мы возьмем данные из вот этого вот источника, университет Торонто. Они классифицированы уже, хорошие картинки, можно с ними работать. Собственно, что мы дальше сделаем? Мы напишем некоторые функции для открытия и чтения бинарных файлов. Что неудобно, точнее, ну как, непривычно может показаться изначально. Если вы раньше не работали с бинарниками, то их придется открывать немного другим образом. Видите, тут нет никакого точка, там что-то там даже и так далее. Мы не можем их открыть в текстовом виде, потому что файлы бинарные. Для этого мы будем, для чтения их мы будем пользоваться библиотекой pickle. Очень удобная библиотека в Python для бинарников. Советую. Мы открываем как чтение бинарного файла и загружаем батч. Все. Все элементарно. Мы делаем Unpecle. Выбираем из нашего батча данные, лейблы, то есть классы, да, индексы классов. И потом транспонируем в удобный для нас вид и возвращаем в виде уже торч-тензоров. Хорошо. Парсер. На парсеры я не буду много внимания с вами сейчас обращать. Мы уже писали до этого парсеры с вами для данных. И они всегда немного по-разному выглядят. На логика одинаковая. Открой файл, достань данные, да. Иногда нужны вспомогательные функции, там, для бинарников, например, да, полезные. Тут есть Resize для размера, который будет использоваться нами. Почему такой большой? Потому что мы будем потом применять Transfer Learning для этой обычной модели в другой задаче, где картинки побольше. Об этом позже. Заранее делаем такой размер. Он нам пригодится. Убираем все в торч-тензоры. Делаем нужные размерности. Ну и, собственно, что отличается. Здесь я прописал нормализацию прямо внутри парсера. Ну, можно, в принципе, и так сделать, без разницы. Применяем эту функцию, парсер наш, достаем все данные, загружаем их в какие-то наши переменные, да. Это у нас будут тензоры, массивы тензоров, там, ну, короче, огромные-огромные данные. Гляньте, какой шейп у тренировочных данных, да. Это 50 000 на 3 на 128 на 128. То есть это 50 000 трехмерных тензоров, где трехмерные тензоры — это три матрицы 128 на 128. То есть это четырехмерный массив у нас получается, да. Ну, ничего страшного. В торч-тензор с ним очень удобно работать. Посматриваем статистику, да, это, там, распределение наших лейбов, чтобы у нас классы были равномерно распределены. Гляньте, как все красиво, всех классов по 5 000. Так не бывает на самом деле в реальных каких-то задачах чуть более сложных. Но пока мы тренируемся на простеньких данных. Позже будем как-то уже пытаться работать с более реалистичными датасетами. Проверяем на всякий случай тестовую выборку. Да, здесь все по тысяче у нас. То есть тоже все нормально распределено. И теперь перед созданием датасета мы с вами посмотрим вообще на наши фильтры аугментации. Смотрите, здесь у нас приложилось много фильтров аугментации. Flip — мы его видим, да, элементарно. Blur и Noise — они чем-то похожи. И видите, она и Noise, и Blur, да, картинка чуть потеряла в качестве. Рандом афинное преобразование. Небольшое, да, видите, чуть-чуть лошадь повернута. Но совсем незначительно. Все-таки это рандом, там угол рандомный у нас, да, выставляется. Ну, а чуть мы видим, что голова выше поднялась, да. Но сильный поворот нам и не нужен. Все-таки мы хотим научить модель работать с реальными фотографиями, например, да. И фотографии люди обычно делают плюс-минус горизонтально, да. Там в рандомных поворотах, например, плюс-минус 30 градусов с небольшим запасом я делаю, да. Хорошо. Помните, я вам рассказывал про логику наложения фильтров? Когда мы будем подавать элемент, накладывая на него рандомное количество фильтров непосредственно перед нейросетью. Давайте напишем класс, который будет это делать за нас, да. Во-первых, мы унаследуемся от класса датасет, который лежит в фреймворке Torch. Мы ранее пользовались с вами этим классом, просто создавали его, да, вот, создать класс датасет. И он за нас там все делал. Он брал индекс, рандомный, не рандомный, как мы ему скажем, и отправлял в нашу модель. Здесь мы не будем слишком его менять, но нам все-таки нужно добавить какую-то логику аугментации, да. Лабелс и трансформ. Это у нас логика нашей аугментации. Она может быть и нам, да, сделаем этот класс достаточно универсальным. Сохраним данные в этом классе. Сохраним лейблы в этом классе и сохраним трансформ. Логику трансформации, да. Все, функция и не простейшая, примитивная. Ну, нам необходима функция when. Она от нас требуется, чтобы этот класс смог работать как датасет для Torch. Для Torch моделей. Ну, собственно, мы просто перевызовем длину данных, да. И теперь, когда кто-то будет вызывать, кто-то создаст наш датасет, да. Custom датасет, отправить туда какие-то параметры, он сможет вызвать when от датасета. То есть, узнать длину татасета будет значить, значит, узнать длину параметра data. Хорошо. И самая интересная функция, это получить элемент. Это как бы квадратные скобочки наши, да. Получаем элемент мы, конечно же, по индексу. Мы сможем легко достать этот элемент из данных. И нам нужно достать, конечно же, лейбл из лейблов. По тому же индексу. В принципе, если бы не трансформацию, этим бы мы закончили. Все, мы достали. Мы достали картинку. Достали ее квас. Вернули тюпль из картинки класса. Но нам нужно в случае, если параметр self-transform существует. Давайте напишем if. Если он существует, то есть если он не none, тогда мы к картинке просто приложим эту функцию трансформации. Обязательно возвращайте именно в таком порядке имидж лейбл. От этого нас требует класс датасет и строча. То есть мы должны соблюдать какие-то основные правила, по которым работает этот класс, чтобы его использовать в дальнейшем. Как будто бы это стандартный класс, да. Мы его будем использовать. В принципе, так любой класс, который мы с вами используем, датавод, там и так далее, можно переопределять. То есть наследоваться от него и менять логику каких-то его частей. Не менять, не переписывать всю его логику. Она может быть сложной. Но менять какую-то логику, которую нам хочется создать по-своему. Чтобы создать кастомный датасет и отправить в него трансформацию как функцию, нам нужно создать трансформацию как функцию, которая применяет только к картинке. В данном случае Applier Random Filters применяет еще и вероятности. Поэтому мы создаем некоторую функцию Wrapper, которая просто вызывает функцию Applier Random Filters с заданными нами вероятностями. Смотрите, здесь будет использована сейчас достаточно такая агрессивная стратегия аугментации. Будем всего 20% для нуля и одного фильтра накладывать и по 30% для двух и трех фильтров. То есть будет мало исходников и много каких-то разных непонятных картинок. В том числе, может, и не совсем реалистичных трифильтров. Все-таки это много. Но, тем не менее, изначально мы научим модель работать с такими очень разнообразными данными. Создаем тренировочный датасет, создаем класс, который загружает данные, trainloader. Обратите внимание, мы применяем shuffle перемешивание для тренировочного датасета, но не применяем для тестового. Также для тестового мы не применяем аугментацию. Тут написано, обычно не применяем. Это важно. То есть в моем примере я решил не применять для тестового варианта аугментацию и чаще всего так делать. Но это не правило. В принципе, можно сделать тест с аугментацией, чтобы, во-первых, как минимум проверить, насколько адекватны эти параметры аугментации. Допустим, у нас уже есть обученные модели. Мы хотим обучить другую, более мощную модель. Но для этого предварительно хотим проверить стратегию аугментации. Поэтому мы можем запустить на обученной, слабенькой модели тест с размножением данных и без, и сравнить показатели. Если они будут значительно отличаться, значит эти фильтры у нас прям слишком сильно искажают картинку. Это такой базовый пример и так далее. Вариантов может быть много. Создаем модель. Она у нас лежит в блоке в файле residual. Мы его импортируем, точнее из него импортируем модель и функцию init весов. Создали модель, инициализировали веса. Всегда не забываем это делать. Ничего не будет работать, если забыть прописать эту строчку. И при этом даже ошибка не упадет. Просто модель не будет обучаться. Печатаем модель. Если есть желание, можем проверить ее параметры. Посмотреть глазами, то ли мы создали подходящую модель. Хорошо. Обучение. Первый этап обучения с нашей достаточно агрессивной стратегией, как я говорил. Но мы этот этап остановим пораньше. Смотрите, у нас есть backup-путь. Да, кстати, единственное, что я добавил в callback, не сказал вам об этом сразу. Это сохранение нашей модели. Где она происходит? Ой, стоп, не в callback, извините, пожалуйста. В функции fit. Чуть-чуть затупил. Да, конечно, в функции fit. Если у нас есть путь, он может быть nano backup-path. Он либо строка, либо none. И по дефолту none. Если у нас этот путь есть, то мы сохраняем модель с помощью torch save. Все, очень просто. Одна строка сохраняется куда-то в папку backup в данном случае. То есть папка backup, папка cfara10. И вот они, наши все бэкапы здесь лежат. Вот они. Собственно, с агрессивной агментацией не дообучаем до конца. В принципе, экспериментировал. Здесь уже примерно там 16 эпохи начинается подъем вверх для валидационной ошибки. Функция начинает возрастать. Поэтому мы останавливаем еще не идеальным accuracy этот процесс и идем дальше. Идем дальше. Мы загружаем какой-то бэкап. Создаем менее агрессивную стратегию вероятностей. То есть уже половина картинок будет исходных. Очень много исходников. Мало каких-то фильтров. Дообучаем нашу модель, которая была сохранена в бэкап под названием CNN 2.1 эпоха 13. То есть взятой с 13 эпохи. Здесь вы видите, как загружать модель. Я не пересоздавал модель. Я взял ту же, потому что архитектура модели не изменилась. Нам просто нужно загрузить веса из какой-то эпохи. Загружаем веса из бэкапов. Создаем необходимые нам параметры, критерии оптимизации и так далее. И выполняем функцию fit, сохраняя бэкапы уже в CNN версии 2. Здесь немножечко дерганная функция валидации, но она убывает. И, в принципе, это допустимо. Наверное, стоило выбрать поменьше learning rate, но я решил этого не делать. Хорошо. То есть пообучали немножко на такой стратегии. Но, казалось бы, еще функция не начала возрастать. И как-то графики не сошлись. Значит, можно обучить еще, но как-то с меньшим learning rate. Потому что это все-таки некрасивая функция. Поэтому мы ставим learning rate полегче. И продолжаем обучать с маленьким уже меньшим learning rate нашу модель. Здесь происходят у валидации все еще какие-то скачки. Но, в принципе, тут масштаб, смотрите, какой маленький. Это все-таки кусок всего общего графика обучения. И, на самом деле, эти скачки незначительны. Но в конце мы еще раз выходим в скачок. И, если быть честно, у нас дальше уже 7-8 эпоха пойдет на возрастание даже тренировочной потери. То есть это максимум с такой accuracy для данной архитектуры, данного подхода аугментации. Дальше функции возрастают. Как вы видите, здесь огромное поле для экспериментов. Мы можем экспериментировать с моделью сети. С вот этими вот всеми данными. Можем экспериментировать с стратегиями наложения фильтров. На самом деле, наложение фильтров и аугментации — это очень важная часть обучения сверточных нейронных сетей. Да и, в принципе, почти любых нейронных сетей данных всегда недостаточно. Данные всегда не покроют все возможные варианты входных данных, когда эта нейросеть работает, реальных каких-то картинок. Поэтому мы пытаемся имитировать это всеми возможными способами. Не забывайте про аугментацию. Хорошо. Теперь следующая задача — это классификация собака-кошка. Бинарная классификация картинок. Это сети, взятые из этого источника. Создаем парсер. Здесь он у нас уже чуть попроще будет. Здесь у нас источник просто cat-dog. И этот датасет — dogcat. Cat-dog. Sorry. Он уже в картинках JPEG. Мы можем просмотреть. Смотрите, какие миленькие кошечки. Там была одна за решеткой, правда. И там где-то дальше будут собаки. Вот они собачки. Размеры разные, но мы все размеры нормализируем, да. То есть просматриваем наш датасет. Он существует. Здесь его удобно вообще проанализировать изначально, без кода даже, потому что он в формате JPEG. который мы можем открывать, да, какими-то такими вот программами, типа Visual Studio Code. Хорошо. У нас RGB. По классике парсер. Он здесь получился коротенький. Все есть. Ничего здесь трудного нет. Но есть одно небольшое различие. Например, в предыдущих парсерах мы получали сразу и тренировочную выборку, и тестовую выборку. То есть создатель датасета позаботился о том, чтобы у нас уже все было разбито на две части. Здесь же у нас просто картинки кошек и собак. Да и различаем мы их, что это кошка и собака, программно только по тому, что файл начинается с слова собака или слова кошка. Да, start with. В отличие от этого мы выбираем ID класса. Окей. Просто разобьем дальше датасетно-тренировочную и тестовую выборку. Мы сделаем это в самом конце, когда будем создавать уже класс custom dataset. Потому что сейчас пусть оно хранится все в двух файлах. Какая разница. Смотрим, нормализируем, если нужно. Здесь у нас изначально данные были от нуля до единицы. Поэтому мы можем их нормировать вот такой вот строчкой. Но не забываем ее закомментировать или убрать совсем. Если будем первые выполнять этот файл, то у нас данные будут еще раз через эту функцию проходить. Точнее этот блок переполнять. И нормализация вся сломается, да. Хорошо. Строим некоторый график лейблов, классов. Смотрим распределение опять какое-то слишком идеальное. Окей. Смотрим на трансформации. Здесь наложился джиптор. Здесь забыл труп поставить. Но ладно, не буду еще скачивать данные по новой. Пока идет запись. Здесь очевидно наложился джиптор. Помните его, да? Я говорил, что вам покажу, как он работает. Где он? Вот. Это какое-то изменение цветов. Они деформировались чуть-чуть. Может даже и grayscale поверху еще наложился с небольшим параметром. Ну, в принципе, окей. Это хороший очень параметр джиптор. Деформация цветов. Иногда она работает нереалистично. Но это тоже нормально. Пусть модель умеет работать с какими-то чуть-чуть ненормальными данными. Создаем модель. Это наша та же версия первой спорточной модели. На два класса. Обязательно делаем apply. Инициация весов. Назовем эту модель сырая модель. Почему? Потому что она пока у нас не предобучена. Дальше мы будем применять transfer learning. Здесь у нас уже прописан мной класс custom dataset. Да, он будет применять логику трансформации. Но также он применяет не лейблы и данные, а какой-то тюпель из лейблов и данных. То есть смотрите, чтобы получить картинки и лейблы мы берем от субсета index. То есть индекс, он каждый элемент субсета хранит все пару картинка класса. Как так получилось? Получилось так от того, что мы создали полный датасет с помощью тензора. То есть объединили данные и лейблы изначально первой строчкой и тем самым подготовили их к использованию внутри функции random split. Для функции random split мы подготовили размер тренировки и размер валидации. То есть тренировочная фракция у нас 80%, валидационная 20%. Достаточно классический подход. Берем 80%, откладываем на тренировку, 20% на валидацию. Рандомно разбиваем данные и получаем trained data. Видите, это сразу и данные и лейблы, которые мы используем в этом классе. Хорошо. Создаем наши датасеты, data loaders. Помним про shuffle, про логику трансформации и так далее. Это все я вам уже рассказывал. И пробуем обучать. Пробуем обучать в двух вариантах. Первый вариант — это наша сырая модель. Всегда сохраняем бэкапы. На самом деле полезно. Вдруг что-то прям крутое получится или потом захотите вернуться. Смотрим наш график. График окей. Дальше он будет идти вверх. Ну, как бы, параметры мы получили 0.84. Это был хороший параметр для классификации Sapphire 10, потому что там 10 классов. И Accuracy 84% — это высокие показатели. Но для бинарной классификации можно чуть-чуть повыше, наверное. Там можно и за 90% уйти, если сильно заморачиваться. Нужно просто время на это потратить побольше. Поэксперментировать с моделями. Либо использовать Transfer Learning, который был обещан мною в начале лекции. Для Transfer Learning нам нужно будет создать класс модель. Да, нам нужен новый класс модель, даже если он будет выглядеть абсолютно так же, как и предыдущий в плане архитектуры. Этот класс в плане архитектуры будет выглядеть очень похоже на предыдущий. Но я добавил здесь один блок небольшой. Сейчас посмотрим. Во-первых, этот класс получает на вход на конструктор притренированную модель. То есть нам в свои нужно записать данные с притренированной модели. То есть копировать один в один и архитектуру каждого слоя, и все его веса, которые уже были обучены предыдущей задаче классификации CIFAR 10. Соответственно мы копируем этот наш класс, копируем его не полностью. Как вы помните, у нас было три радиоблока в том классе. Здесь мы скопируем всего два, то есть копируем какие-то начальные классы, которые умеют общие фичи картинок распознавать, знают в принципе, что такое собака, да что такое кошка, их видели иногда. Но не будем копировать те уже глубокие слои, которые отвечают уже вот за точечное распознавание там отличия машинки там от собачки, да, например, и так далее. Потому что там все-таки было 10 классов, и есть много лишнего, и там модель обучена немного на другой сдаче. Переиспользовать стоит в классических вариантах трансферлёрнинга первые начальные свои модели. Здесь я добавил третий слой, который не изменяет размерность. Смотрите, разъедел. Для чего? Для того, чтобы этот слой обучился не увеличивать количество фичей, а переформировать их в подходящие для собачек и кошечек. Можно было в принципе даже уменьшить здесь размерность, чтобы этот слой научился выкидывать ненужные нам фичи для машинка, там, самолётик, например. Можете поэкспериментировать с этим потом самостоятельно. Добавляем четвёртый слой. Он выглядит абсолютно так же, как выглядел третий в притренированной модели, но уже будет с пустыми весами. Ну как бы с инициализированными дальше следующей функции инициализации. Добавляем свой просто свёртки. Здесь по классике, как и было в предыдущей модели у нас всё. Но обязательно обращаю внимание на вот этот блок. Здесь написано, что нужно заморозить притренированные свои. Обычно в трансфер лёрнинге мы не обучаем уже обученные свои. То есть уже обученные свои у нас оставляют свои веса. Они уже умеют делать то, что им нужно делать. Мы можем разморозить эти свои в будущем. Когда наши новые свои обучатся, тогда мы сможем разморозить старые и дообучить их в комбинации. Это хороший подход. Если у вас есть на это время, конечно, и ресурсы. Собственно, смотрим. Forward, Forward ничем не отличается. Абсолютно такой же. Просто вперёд проходим и всё. Используем те же свои, используем следующие свои. Важно, как мы создаём дальше эту модель. Во-первых, нам нужно создать притренировочную модель из нашего старого класса, который у нас использовался ранее. И загрузить в него данные из какого-то бэкапа. Я беру бэкап версии первой эпохи 13. Почему версии первой, ни второй, ни третьей? Вы помните, их у нас здесь было много. Потому что нам не нужна строго обученная модель для десятиклассовой классификации. Нам нужна модель, которая неплохо видела кошечки и собачек. Всё. Создаём трансфер модуль от этой модели. И очень внимательно инициализируем веса только новых слоёв. Потому что, если мы применим инициализацию весов для всей модели, то все наши веса из притренировочной модели сотрутся. Буквально будете с этим. Применяем инициализацию весов для каждого слоя отдельно. Для каждого нового слоя отдельно. И смотрим, как у нас обучится на абсолютно таких же параметрах. Это модель 89 почти. Экьюрис на валидации. Уже чуть лучше. Можно больше. Если, например, разморозить на 12 эпохи веса и чуть-чуть доучить на размороженных. Мне уже не хотелось этим заниматься сейчас. Но, в принципе, есть такая стратегия. Её можно развивать дальше. Мы с вами разобрали основные подходы к обучению сверточных сетей. Это скрипт коннекшены. И основной подход к обучению любых сетей. Это трансфер лернинг. В принципе, скрипт коннекшен тоже будет использоваться в других сетях. Эти все подходы, они универсальны для любых арестектур. И скрипт коннекшен, и трансфер лернинг. Также по графикам можно сравнить, что график, в принципе, изначально начался значительно ниже. Обратите внимание. Значительно меньше лосс был изначально. То есть, модель с первой эпохи уже понимала, где собака, где кошечка. Очень даже неплохо. Хорошо. Трансфер лернинг. Чем его вообще можно описать? Во-первых, модель видит больше данных. Можно было бы вообще загрузить только кошек и собачек из задачи Cephar 10 в этот датасет в наш. Перемешать их и просто увеличить тем самым объем данных. И было бы даже интересно сравнить результат. Но также трансфер лернинг, он универсален. У нас ограничения действуют по производительности наших компьютеров, да, видеокарт и так далее. И есть очень крупные модели типа Реснетов, и Ваня про них вам рассказывал, которые уже обучены на огромном количестве классов и которые люди просто берут и дообучают до своей цели. Для этого очень часто еще тоже в том числе применяется трансфер лернинг. Также трансфер лернинг может быть применен для схожих классов. Если у вас задача распознавать мячики, вы можете попробовать распознавать кружочки до этого. То есть у вас задача распознавать время на циферблате на часах, вы можете попробовать до этого распознавать кружочки и циферки, да. То есть такой трансфер лернинг тоже допускается. В принципе здесь уже как вы сами захотите, да. Окей. Также давайте быстренько скажу вам про то, что здесь графики сразу близко идут тренировочные и валидационные выборки. Потому что предыдущая модель уже очень даже хорошо поработала с агментированными данными. Как вы помните, там даже была агрессивная стратегия агментации в начале. То есть она уже восприимчива, для них уже одно и то же, что данные размыты, что данные не размыты в принципе. Что круто. Хорошо, домашнее задание. Я вам говорил про него Ваня. Это у нас будет сет из мячиков, да, если я не ошибаюсь. Применяйте трансфер лернинг, если хотите. Но только на своих моделях. Нельзя использовать Реснет и так далее, чужие предобученные модели. Так как это у нас учебное задание, поэксперментируйте сами. Но советую не идти сразу по стратегии трансфер лернинга. Советую начать попробовать обучить модель только на этих данных и посмотреть вообще на результаты. Нужен вам этот трансфер лернинг или нет. Возможно, вы увидите по метрикам типа Precision, Recall и F1 Score какие-нибудь проседающие классы. Тогда вам нужно будет обратить внимание именно на этот класс при трансфер лернинге, при предобучении модели. Больше внимания на этот класс и так далее. То есть в любом случае лучше начните с самой задачи, так вы с размерами лучше определитесь, с архитектурой сети, под которую вам нужно будет обучать предыдущую сеть трансфер. Ну, предтренировочную сеть и так далее. То есть это мой совет, а вы можете делать, в принципе, как хотите. Обе стратегии тоже имеют смысл. В принципе, если вы прям уверены, что предобучать модель на каких-то конкретных данных будет точно полезно, то такой подход окажется чуть быстрее. Вам не нужно будет два раза обучать на трансфер с мячиками. Но не зацикливайтесь на трансфер лернинге, в принципе, если вы не хотите тратить много времени на это все. Потому что займет куда больше времени, нужно экспериментировать. Процесс долгий, особенно если у вас нет видеокарты. И хотелось бы еще чуть-чуть сказать про одномерные и трехмерные свертки. Так как у нас все-таки тема это свертки, сверточные сети в общем виде, а не компьютер vision, не картинки. Свертки могут применяться и для других видов данных. Хотя в основном, в большинстве случаев, они применяются в компьютерном зрении для картинок. Трехмерные свертки применяются для видео. Понятное дело, там добавилось новое измерение время. Одномерные свертки применяются для последовательностей, для всяких там временных рядов. Также двухмерные свертки, которые мы сейчас с вами видим, могут применяться для звука. Там звук определенным образом кодируется в виде изображения с цветами, соответствующими громкостью. И по оси Y там у нас будет частота по оси X на собственно время. Ну, как бы можно, то есть с звуками, с видео в трехмерном размере, с трехмерными какими-то объектами, в трехмерном представлении свертки и так далее. Можно представить хоть четырехмерные представления свертки. То есть они могут быть с любыми измерениями. Это стоит помнить. И это может быть полезно вам в дальнейшем. Так, на этом все. Всем спасибо. Вопросы в Telegram задавайте. Буду рад. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует...